всем привет с вами клейтан и флойд добрый день наконец-то добрались мы до обзора плей-офф матчей турнира по сёгну клан варс 2020 и у нас сразу же матч за выход в плей-офф точнее в полуфинал это одна четвертая то есть у нас плей-офф сетка вся целиком это восьмерка 8 лучших игроков которые вышли из группового этапа и в первом матче у нас олег играющий за клан ода против charles house blade играющего за такеду карта у нас на первый бой деревне и кинура ну загрузился у меня бой я поставил на паузу давай запускать давай давай за искаться и в процессе мы посмотрим что по составу я вот сначала сначала от олега смотрим ну давай ну говори говори просто хотел сначала состав хауси то начать пока ладно тут у олега в принципе кстати не ну понятно его решение карта довольно такая то есть узкая да с узкими проходами здесь очень много построек и олег просто набрал рашевый состав самураи с катанами три отряда да с сахеи с нагинатами сигару все ли используют естественно у них то что все таки очень сильный отряд здесь в классике две великих так великая стража легкая штука делят 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 на небольшие вот три кусочка короче армии так для 2 корова на холм в леса маленький самый маленький хочет видеть что-то самый маленький надо разгребать надо короче пока копье не не подобралась надо напрягать напрягает по все очень правильно сделает и дает ухауса всадники так это с яри здесь огненная кавалерия легкая кавалерия тремя отрядами бежит на холм где олег весов кавалерий спрятал здесь но вытягивает он здесь еще одну кавалерию подтягивать еще одно копье вытягивает сюда никак себе решение сюда холл сразу не успевает уже заранее но он хочет тут прямо здесь на холме сразу олега победить с первых же минут боя но это ошибка да это фатальная ошибка и мне кажется просто холл здесь кавалерию свою потеряет три отряда точно дает здесь олег баф для уверенности кстати очень правильно делает хочет спать но он подводит подводится хей сюда на холл да хаос но это уже поздно кавалерию он уже теряет к этому моменту нет 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 тут побежала все тут все побежало надо было вот пытался выдернуть кавалерию сейчас выдергивает ее до вторым вторым кричат давай поставим на паузу вот к этому моменту кажется уже бой проигран поскольку но состав я не успел рассказать про что взял хаос у нас но вот у него состав более сбалансирован он взял на этот бой 3 т.п. но при этом сейчас он уже всю свою кавалерию потерял то есть он реализовать точно не успеет поскольку олега будет преимущество по кавалерии и олегу достаточно просто упороться сейчас вперед да и оставшиеся кавалерии которые у него будет загашники спокойно это подтоптать и тут еще при всем при этом у хаоса два всадника с луками стоит вот же он же мог просто с первых минут боя до спокойно учениками подбежать конами стрелять не бросать свою кавалерию но убой сюда на холм до сливать ее очень странное действие от нет все было нормально в плане того что он понимал ага я успею к этой кавалерии я успею порубить пока подойдет вот это либо либо хаос такой размен что ли сразу сделал с первых секунд хотел просто конницу менять плюс должен был подходить сакей да и он подошел за них же очень поздно очень поздно подошел слишком поздно я согласен олег сразу среагировал быстрее отправил войска вначале напрек тем что обошла великая стража может быть хаусит обдумал а стоит ли туда идти на этом потерял вот эти миллисекунды нужны и важны и поэтому короче тут размен тоже опять же таки произошел олег вовремя подвел генерала сначала этот размен устраивать если есть два конных лука которыми я согласен с тобой но мы же не играли то здесь хаос мог бы спокойно кайтить поскольку то есть до расстреливать убегать потому что у олега вообще нет стрелку ну давай нажмем play давай давай проиграть я согласен с тобой потому что с одного фланга пришлось перетягивать кавалерию олег это видеть сейчас понимает короче будет как-то пытаться напречь но самое важное суши по голову происходит далее проводит проводит вот он убьет смотри хаос отступает сигару серия разворачивает их спиной их в спину бьют они просто уже разорены все три отряда сразу моргает здесь он не забывается в тыл великой стражи а вошел слишком далеко а сам контролит в этот момент другой стычку на холме стычку на холме да да контролит и поэтому недоконтроливают здесь откинулся кембов в душевле есть конечно со сигару справиться боевую решимость сажается с холма атакует с мраев с катанами с тыла но и отмена не сыпятся но не так быстро как положено вообще но и вот тут еще два отряда которые у хаоса были да то есть не удел подбегает на помощь с правом фланга перетягиваться сигару степы и сигару с ями отступает лес своими отрядами хаос 2 тэпа выставил здесь но отмечу то того то паспорт у олега еще получается великая стража 17 человек легкий легкой кавалерии целый отряд на левом фланге и на другом отряде у него включится на тут генерал легкий бегает который уворачивается от стрел конных лучников и олег все-таки решается холма про так про атаковать ну и не вот олег здесь заюзал ту тактику которая менять я скажу она вообще очень хорошо рабочие плане того что великую стражу он сейчас вот запускает что понадобится они все стояли в ауре и у него таких было ауры а ты сон пехоту свою да то есть да заводовляет постоянно да 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 постоянно воодушевляет постоянно они у него в ауре что на верху на холме он дрался что то есть он появился как-то неуверенно генерал сам бегает сливает по ходу генерала своего у хаос остается два конных лука сахей 40 человек вся армия при этом уже потеряна 2 до звезда хватит отмаргивает отмаргивает вот тут сигару с яре тут уже они уже не вернутся ты коллег дотал уже гонит гонит он генерала хочет убить военачальника ну хауси вот сегодня все ништяк 4 4 человек осталось в охране генералу олега нужно было как-то все-таки момент до контроля генерал прям вблизи бегал рядом с конными луками можно было его убить ну как ты думаешь хватит бы припасов расстрелять это все дело нет нет сейчас отойдет в атаку и ближний бой зачем понести потери потянули копьё прочарживать копьё прочарживать хотел военачальника спугнуть чтобы тот убежал анон в начальнику убил убежал убил убил и сам выдернулся все нормально с ума с метанами добивает по сути луков у нас до джо не стоит копьё вот про подходящую сейчас очень большая проблема за место ну смотри сам рай с тагенатами 77 человека сигару вода с яре 146 еще 150 на другом фанге сахе 66 и еще при этом легка легкая кавалерия все тут без шансов да 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 загонит она сейчас специально на оттягивает кстати войска легкой кавалерии чтобы хаосу просто из угла уже было не уйти и вот видит этот хаос пытается чудо это изобразить но легкая кавалерия одну уже как кого поймала с луками по идее должна догонять рядом копьё плетел хаоса сейчас вот сейчас последний отряд пехоты убежит до которой моргает два конных рука сами по морали просядут и разбегутся мне кажется оба он связал ничего не остается как идти в бой ну и в общих чертах упарывается на копьё копьё тут конечно много не убивает но копьё это всегда копьё если смотри оба кстати построились на против мастерской по сути да и вот этого холма где первая стычка произошла хаос спокойно и мог бы с левой части карты направо убегать туда знаешь крестьянскому дому и все это время мог бы он и меучниками используются расстреливать войска олега ну непонятный доход я не яс я я соглашусь с тобой очень непонятный ход в плане битвы вот вот это вот три кавалерии на 2 при этом пока просто как я еще когда еще которая уже подходила копьё если бы горел одну ему не хватило там на десяти секунд если по он дернул свою кавалерию на 10 секунд раньше и решился бы туда сразу пойти там был бы совсем другой замес тоже копьё тогда бы уже не успевал хотя там стояла великая стража которая все равно протанковала даже три кавалерии ну такой довольно уверенный раш вы посмотрели ну алик здесь вот я говорю очень грамотно ауру великой стражи до воодушевления вот он это очень хорошо использовал бою то есть у него было изначально три ауры и все три ауры он использовал просто но в нужных местах везде заводил где надо надо было он даже специально встал в лес как как замануха понимаешь но при этом держал все отряды в фокусе хотя это было довольно опасно я молодец молодец хорошо расконтролил вижу я статистику отрядов олег реализовал все свои отряды ближнего боя да то есть ударную группу и собрали с нагинатами и много на рубине собрали с катанами хорошо себя показали ну что сказать про кавалерию олега она выполнила свою задачу убил кавалерию хаоса которая должна быть по статам лучше то есть да по сути хаос не использовал на легкая легкая кавалерия хаос хаос не использовал великую кавалерия которая убила 161 человек при раскладе что их было 45 и 20 из них еще олега две великих стражи в то время когда у хаоса великой стражи у самого нет и то есть размениваться наоборот не стоит то есть кавалерия которая была набрана у хаоса ей нужно как можно дольше оттягивать то есть столкновение уже бить тогда только когда ты точно уверен что твоя кавалерия выиграет то есть огненная кавалерия без проблем она в садиков с яре зарубит но великий стража на все равно сольет уху ситал я смотрю конные лучники на по 51 человеку это не о чем то есть это уже перейдем к следующему бою 10 видео оставая так загружается на второй бой карта долина осака ну очень интересная карта интересно какие составы здесь возьмут оппоненты свое предположение будет ли олег использовать учеников я думаю что лука здесь не будет а может и будут тут я не знаю олег от твои задумки вот загрузил судьба я поставил на паузу олег набрал кстати т.п. но я вижу я сигарный лук я вижу странам уже от олега смотрим а вот посередине есть один ну давай запускаться давай нажмем play да ну такой опять обрати внимание до 53 а уровня пробельчик нажми и ты увидишь три круга и в общем так это ему очень сильно помогает он не использовала туда этого и сейчас ему это в первом бою уж точно ему помогло то что здесь вот не взял конных луков олег да хаос сделал правильное решение опять взял два всадника с луками тоже у хаоса есть степа сигарные кавалерия всадники такая доски ария два отряда на другом фанге на так получается и справа фанга у него такая доски ария легкая кавалерия ну по численности кавалерии у хаоса преимущество есть два конных лука можно спокойно кайтить у олега есть обалденный бонус дадзё лучников на его стороне за светилище короче он поборется поборется чуть позже вот смотрите с первых секунд боя да хаос правильное решение то есть выбрал сразу начинает конными лучниками отрабатывать далеко конечно сильно отбегает он боится что-то выстрелит и правильно делать что боится и правильно делает что боится потому что сейчас проиграв первый бой я уверен там борода зачесалась дай боже короче надо реабилитироваться как-то понимаешь и хочется наверняка играет она мне кажется ошибка от хаоса да он начинает драться за дадзё святилище я вообще бы не дрался если у тебя полные узкие стрелизовывать на полную катушку постреливать а сигару ода с пиками сейчас отсюда в построении не конечно купят но они давят на сигару с яре все сигару ода с пиками олега должны побеждать из локальный успех то есть олег начинает выгодный отряд хорошо разменивать ну а я сейчас сделать когда он заведет второе копье ты понимаешь а у вас атакует то есть тыла олег своего сахея заводит спину олегу нельзя отпускать дадзел лучся мараев с катанами сюда еще вводят ну здесь у просто хаос два отряда пехоты теряет естественно это видит и хаос начинается в кавалерию подводить но опять же куда он ввязать и тут уже дело дело принципу ребята начали поддаться вот за это подъем кстати его сыграя славой грамотно безданного добирается выбирая в конных лучников шансов недоконтролируют в этом месте как статьи под хаосом хороший бонус хороший бонус ну вот ты повод провел немножко вперед сейчас будет очень хороший залп походу должен быть да есть вот он дает этот залп залп в спину по сахе чекам ты по которая открывается начинает стрелять но там перестрелка из леса слишком сильно поверил себя хаос спешил своего начальника боевого решимости дерется он за этого то есть у сахеев уже слит почти 20 человек осталось у олега 64 и еще собрать катана медали в направлении дает дебафф нет нижняя конницу хаоса олег ловит здесь на воде ну тебя вот ничто не подсказывает почему так происходит ну мне кажется изначально хаос не готов был три ауры же сразу уважаемые три ауры работают три ауры ты нажми про а бел ты посмотрите ауры не чего не дают важно то как ты играешь конкретно сейчас понимаешь такой офф матч за выход полуфинал зачем ты идешь в атаку дерешься то есть навяжем ну то есть предлагаешь играть на правилах то есть ну зачем ты играешь по правилам олега олег навязывать тебе бой ты на этот бой соглашаешься теряешь отряды теряешь кавалерию конных луков своих не используешь 1931 фраг почему так мало у них автострельба отключена что не стояли здесь на воде весь бой ну вот решился отойти решился все-таки отойти этими огрызками отдает он мораль и при этом и понимает репрессионного войска потерял согласен с тобой согласен согласен потерял очень много потерял но вот тут под хочет сбить ему дадзё скорее всего сигару сигару попали в фокус и сейчас получит походу второй залп еще должны по идее давай по кавалерии посмотрим у олега легкая кавалерия есть еще 41 человек великая стража 49 хаоса остается у нас в садике такая серия легкая кавалерия на правом фланге в лес еще кто-то забежал два конных лука есть перетягивать конных луков на левый фланг хаос хочет на патте пострелять да делают залп и еще не остается надо выкруживать это тупо и посмотри сколько пехоты ближнего боя осталось у хаоса по сути да такой нормальный смрай с катанами 42 62 сахеи с нагинатами 104 и при этом у посещу целая армия практически не а это все круто конечно но я его что хочу тебе сказать хаусит очень правильный ход делает идет отжимать дадзё отжимать дадзё короче на луке увидел этот момент олег тоже но он его сделать нейтрально но не захватит олег не даст не до захватить главное что он сбил его от врага и меч под ним морали будет под под врагом до плюс он увел оттуда копье все-таки да очень нужная олегу то есть ну общий чертах довольно хороший мув говорить разбивать единственное что вот здесь уже нечем это да тут я с тобой согласен это сигару с луками целый отряд полный еще нет он фокус стреляет опять по семь человек за залп и короче шикарно просто шикарно чуть только короче на него дернется ты потом или что-нибудь даже попробую дернуться короче отойдет за цепой ты по налью голос тут хотел бы 9 отжать науки до сигару пришлось ему отвести поскольку сюда олег еще две коницы подтянул и самурай с катанами да и вот он и лунки уже забегались усталость желтая пятка если олег этот желтая контролит и конец сюда подведет олег его догонит просто по пятки далее гоняете луки то 0 0 не напрягается у нас сигару с он играет со своим луком сигарным тут сколько я не отходи ну насколько вот ну можно отходить конечно еще там то раза два три он отходить сможет но общий чертах к этому моменту бы запаса сигару же истрачено тратить очень разумно поэтому вот это ты подостреляет и просто сам вот так упадет ему надо 56 человек вот этих разогнать что он и делает сам ловит на зал ученики танканули выстрел от т.п. свое т.п. выстрел холосицком подбежали 27 человек делают зал получником и им в ответ летят огненные стрелы забирает он пытается напрягивать перина на кусицком дадете пахты мои домики захватить тут решил ну давай-ка я твой домики захвачу нет я тебе скажу так мой проигран бой проигран бой проигран бой проигран определенно тут нечего даже думать конные луки здесь не спасают никак вообще просто никак и может быть даже сигару стоит приберечь немножко вот этот ну дает пытается огненный залпик дать но приберечь боезапас луков мне кажется стоит почему по одной просто смотри этого хаос открылись если можно лучниками вот олег их туда ведет но предпринимает атаку самому и типа то есть рашет так это серия чашек с катанами с ахеи заходят кстати хороший момент здесь халос хорошо заходит на хороший за завязка будет очень добрая только в бок вот сейчас получит от самурай с катанами да там оранжевая пятка но тем не менее обилку проживает нет нет тут грамотно сделал ну олега может быть и на это и расчет потому что вот смотри он он смело короче выставляет копье перед собой да стоит вне зрения лучик сахеев наливает из сахеи хорошо зашли но они быстро таят у хаоса до 70 человек из стену копии сделал хаос встречаетесь у себя в русиаре у олега еще остается довольно очень большая армия захвачена захвачена дадзё науки захвачена светилища эти вся сигару то есть они слишком много чтобы хаоса всех убить хаос выводит резерв 20 опять же таки короче говоришь аура ничего не дает а вот и посмотри как он расставил ауру сейчас и кусочек копья этого попадал пока он стоял нужно продвинуть он продвигая эту кавалерию смело продвигает чтобы как можно больше отрядов было дал сейчас воодушевление но не на те отряды легло но не на те не нужно было лук конечно воодушевлять это лишь как было но в общих чертах с аурой он играется вот в этом матче уже второй бой я вижу он играется не дай боже ты солнце счет этот момент постоянно и дает это или не дает я думаю что дает великое сразу сейчас заходит в садика так это серии два отряда на их спокойно перерубить чисто по стату луки 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 уже последние залпы свои расстреливать поправил копье стреляют надо было все таки великую стражу мять изначально или наливать в нее или как сейчас он садиков садиков суками используют чтобы великую стражу прочажить но великую стражу они естественно не зарубить и добирается добирается на генерала да все собрать катана начинает рубить генерал и кого все пошло в ближку у нас просто отбивается здесь хаос но тут его уже 4 уже собрать катанами окружили здесь сейчас вблизи показываю складку чарж сзади получил еще и олег сюда прибежал своим военачальником не на великую стражу 6 человек он дает пальчик чтобы оттянуть этот момент и вот двойная аура у нас тут стоит нет это вообще все по сути кстати не все так плохо выглядит очень очень плохо опять второй бой подряд по составу хаос угадал почему он вязание любую этого не реализует конных учеников первый бой не проснулся второй бой хотел сыграть наверняк смотри сейчас почти 200 фрагов у одного всадника ссылка не у другого в 113 это ведь можно было сделать до того как ты уже всю армию свою пехотную потерял а вот остается всадник так это с яри но олег ведь он не глупый он не даст ему до дзе лучников захватить и олег просто сейчас в оборону встанет здесь вокруг дзе лучников давай нажмем максимальное ускорение ускорены до максималой до светилища захватывает хаос до замечников олег себе не стал убрать в принципе мог олег понимает у него то сигару с луками остается до пополняет боезапас и если хаос захочет подбежать то есть олег будет своему себя с луками отстреливаться но даже четыре человека 148 они уже положили то есть как бы ну пытается через лес чтобы поменьше снарядов поймать что полегче кружить было если что правильные входы все нормально все нормально залпом около стрел великая стража кстати удивительного 6 человек до сих пор держится еще пытается хаос с каких-то с разных сторон подобраться олег если олег уверен себе великой стражи про чарльзов садников с луками генерал генерал про чарльзов садников разбегается тут последние отряды которые остались у хаоса этот бой можно назвать близким но здесь вот я так сказал что здесь в этом бою хаос просто победу подарил алигу бой был близкий но здесь хаос мог победить в этом бою без проблем было предложено в первом бою была предложена повоевать за холмик это предложение было принято здесь короче было предложение повоевать за островок и это предложение тоже было сделано и как оказывается institutes повоевать на воде свой конницы татата да и оказывают ну показывает практика дано олега предложение короче это не лучшие предложения какую бы вам скидку не обещали в итоге вы разоритесь вот так я скажу ну вижу я статистику ну 166 человек тэпона стреляла 165 сигару с пиками убили то есть они там убили отряд слины копий и что-то еще память успели лучник 156 человек настрелял сахей нарубил 140 стена копий 117 111 всадник с картанами великая стража на 99 человек сыгранная тот отряд который до конца убегать ты не хотел 3 человек оставалось все отряда сигару которые были олега кроме вот сигару ода с ярина который убил всего 50 28 там есть еще два отряда да то есть все остальные он реализовал ну да на уху сита но лучник конные у него настрелял 202 169 155 второй лучник то есть свою программу максимум то он выполнил здесь конными луками до до конными лука еще больше еще по чуть-чуть сыграл в уши к своей кавалерии да еще чуть-чуть бы правильно разменивала пехоту и спокойно выиграл этот бой да согласен с тобой согласен ну 20 ведет олег интересно будет дать третьем бою до посмотрим и так загружаются нас третий бой здесь уже плывов напомню матч идет до трех побед то есть рисовые поля до рисовые поля у нас я вот что думаю что хусит очень сильно расстроился определенно после второго боя собраться после такого проигрыша там где была почти твоя чистая победа немножко просто по-другому поспешил он поспешил во втором бою в первом может быть не проснулся во втором поспешил и я тебе скажу проигрыш вот сейчас в третьем бою он скажется по любому на моральке то есть внутренний человек понимает что или пан или пропал и здесь будет определенно если будет какой-то выпад со стороны олега а он скорее всего будет такой знаешь дерзкий мув какой-нибудь здесь есть уже дерзкое решение тебя загрузил собой да мне загрузил поставил на поставил на паузу давать по составу олега пробежимся так ну тут по дадзю у нас крестьянский дом мастерская в центре и дадзю на мечи слева да и сразу же видно ярко бросается в глаза что олег взял конных учеников сам два отряда много на горизонте я смотрю что у хаоса похожих отрядов нет и тут олег сейчас просто сам будет луками в этом будете реализировать по пехоте самурай с нагинатами вот на правом фланге олег держит да слева на сигару вода с пиками сигару вода с яре три отряда сигару вода степа два отряда сахеи на фланге слева усиливают самурай с катанами ну и по кавалерии великая стража два отряда себя оправдывают в каждом бою и еще 2 лёгкие кавалерии давай нажмем play ну давай да нажмем play выходит армии ну стандартненькая такая у него вообще набор когда здесь получилось много кавалерии есть и по чаржить не собирался хотел поиграть немножко короче так поспокойнее видимо у хаоса с другой стороны до получается чисто рашевый состав да 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 то есть три отряда вот минимум да то она лев и олег уже дал первый залпик то одного человека один луч ник убил вторым ничего не убил пока но тут открывается сахеи у меня помягче помягче цели для него загородки с броней 2 сейчас терпят от конных лучников очень хорошо он сейчас установил вовремя своей тыпо дает первые залпы на дабиле кавалерия полу отряда хватило потеряла на 40 40 1 человек с одного залпу по пехоте вообще отлично вязнет здесь на копьях кавалерия недоконтроливают хауси этот момент у нас тут происходит зажим одного копья наваливается тремя кавалериями понимаешь что это глупость отходит в сторону но не знаю хауси сейчас потеряет два копья вот этих и короче на этом фланге все будет встрятку в центре хаус давит врезается в стену копии которую олег подготовил естественно как олег не успеет стену копию включить всегда успеет сахея здесь на левом фланге у олега блокирует сахея хаоса олег дает сбор войск тэпо успел отвести кон научники стоят на стреливать по сахеям ну которые вообще стоят они недоконтролен это эти сахеи вообще они и они же мне боя они мне чего они просто забыты забыто про этот отряд они стоят и получают в спину залпать вот что тут происходит то есть как бы забудь про этот отряд на нем крестик можно поставить про эти говорю расстроился хауси ты это понятно к любой бы на его месте расстроился потому что отдать бой там где он действительно должен просто обязан был тащить это короче не может по моему не по морали не ударить генерал хаус в его месте даже олега я думал он тоже восстанавливает в центре у хаоса тает осталось еще два самурая с катанами остался сахеисты геннадами про которого вспомнила стыла здесь заводит убивает он перерубает олега в центре все таки кроме правого фланга делал дадзио намечников и про генерал своего хаоса был он у него стоит не был уже олег а вот и вокруг елочки водит короче ты обрати внимание конными лучниками да просто вокруг дерева включил тут как это называется полет журавли дата на парящий журавль признают поражение так предполагаю хаос ну ладно войска то не бежали но тут очевидно 30 побеждает олег проходит полуфинал но слушай у нас был до этого до смерти когда они шли все вот как к этому моменту тоже был да там по моему было 21 хауси то с олегом не или же мнение нет там в групповом этапе бои только шли по бабу я просто нет не до победы по два боя играли и не было там 11 не было да вот уже не вспомню но я тоже что я вспомню что автомат за так иду неплохо сыграл против олега в групповом этапе один бой точно там оттага выиграл давай посмотрим статистику не будем отвлекаться от данного матча 19 а нами сотка сигару с пиками 200 иные копии тоже постояли убили тут сахе чик самурай с нагинатами великая стражи 65 человек к вы короче здесь играл гораздо ну так скажем спокойней по фрагам но при этом луками никого не там никого не убили 74 человека или 56 человек съедено было на 55 человек они мне кажется олегу здесь было очень удобно играть поскольку у него великая стража на сильнее чем садники съели да там даже такая доски достаточно смола своей кавалерии достаточно просто встретить хаус играть гораздо сложнее то есть ему приходилось рашить нужно кавалерии и чаржить и с фланга заходить но тем не менее попытался пободался я скажу что матч было все равно интересный несмотря ни на что я при очень короче это игра двух очень сильных оппонентов до 2 сильных оппонентов оказал нам олежка кое-какие фишки тут я думаю зрители это тоже усекли в плане ауры в плане каких-то расстановок в плане использования войск очень хороший показательный матч хауси то я могу сказать спасибо за участие очень хорошие бои спасибо за реплеи спасибо за помощь в административную админиры когда что отменил до кубок и в общих чертах ну желаю удачи в последующих боях уверен что ждут еще небывалые победы так что спасибо очень приятно было обозревать матчу зрителям как всегда лайки подписка колокольчик пишите свои комментарии да то есть что вы думаете по поводу может быть мы что-то не заметили на этом все спасибо до свидания всем пока не болейте